Далее правовые новости от компании Гарант. В налоговый кодекс России внесены поправки, касающиеся льго для многодетных семей. Поправки утвердил президент Владимир Путин. Физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, могут получить вычет в отношении жилых объектов в размере кадастровой стоимости 5 квадратных метров общей площади квартиры, площади части квартиры, комнаты и 7 квадратных метров общей площади жилого дома. Части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Кроме того, многодетные граждане получили право вычета на 6 соток. Они смогут уменьшить налоговую базу по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров в отношении одного земельного участка. Причем уведомление о льготируемом объекте можно будет подать не до 1 ноября, а до 31 декабря налогового периода включительно. С 1 апреля 2019 года привычная зеленая карточка СНИЛС отменена. Это следует из федерального закона. Вместо пластиковой карточки СНИЛС Пенсионный фонд начнет выдавать работникам новый документ. Он подтвердит для работодателя регистрацию в системе обязательного страхования. Пенсионный фонд РФ напомнил, что после внесения поправок в закон о персональном учете информация о СНИЛС будет предоставляться гражданину в виде бумажного или электронного уведомления, которое заменит собой страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Все ранее выданные страховые свидетельства при этом продолжат действовать, поэтому гражданам не надо обращаться в Пенсионный фонд за обменом документов. В новых уведомлениях будут отражены все те же сведения, что и в страховых свидетельствах. Страховое свидетельство, согласно утвержденному порядку, больше не подлежит восстановлению и обмену. Вместо него застрахованные лица будут получать уведомления нового образца о заработной плате. Доплата за работу по ночам и в выходные не должна быть внутри МРОД. Так решил Конституционный суд России. Конституционный суд разрешил многолетний спор о том, включаются ли доплаты за сверхурочную работу, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, и за ночную работу в состав заработной платы для цели ее сравнения с минимальным размером оплаты труда. Судьи заключили, что каждому работнику в равной мере должны быть обеспечены как заработная плата в размере не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, так и повышенная оплата в случае выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.